Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Андрей, теперь к этой теме самое главное. В Армении есть четкое уже понимание, что Армения должна укрепить свой потенциал безопасности с помощью стратегии. Диверсификации. После такой войны каждый бы поступил так, нет? Разумно. Разумно, просто ресурс. Тогда что нервирует этим кавказским игрокам, так скажем, для начала? Прежде всего, сейчас данная ситуация, любое укрепление Армении подразумевает сокращение возможностей Азербайджана делать то, что Азербайджан хочет. А хочет он делать сейчас то, что в конкретный момент времени приходит в боку в голову, как мы видим. Идет давление сейчас по селам и продолжается давление по коридору и, возможно, дальше будет продолжаться. И вполне логично в данном случае Азербайджан, чувствуя себя сильным, пытается позицию силы сохранить. С другой стороны, да, Ереван чувствует себя слабым, но имеющим союзников пытается этих союзников в регион вести. А Азербайджан в этой же игре отказывает максимально этому противодействие. И в данном случае, еще раз, годы еще сохранятся, если в Азербайджане не случится какой-либо кризис, который может случиться, а может нет, лучше на это не рассчитывать. И лучше понимать действительно, что... Примерно такой, какой сейчас в Турции, скажем. Ну, в Турции, на самом деле, статус-кво сохранился. Другой вопрос, что партия власти заявляла, что она победит и шла на победу, отыграть прежде всего крупнейшие города, которые были под контролем оппозиции. И не отыграла, и немного потеряла, в принципе. Но сравнение с заявлениями и ее планами, это смотрится как поражение. Хотя, на самом деле, ситуация, которая была неделю назад, она так и сохраняется. Те же самые люди со стороны оппозиции управляют теми же самыми городами. А парламент и существенная часть администрации находят с местных, находятся все равно под контролем Эрдогана. Но кризис постепенно какой-то формируется, возможно. Ну, в данном случае, еще раз, да, Пашинян, господин, понимает, что да, сейчас оливка, олива не обойти. Поэтому пытается максимально быстро подписать документы с ним минимальной ценой. Другой вопрос, насколько ту цену, которую готов потребовать Алиева, хочет потребовать, можно назвать минимальной и продать армянскому народу. С другой стороны, понятно уже, что у Пашиняна всегда есть вопрос оппонентам, а что вы предлагаете, какие ваши варианты действий. На что, как я понимаю, оппоненты в основном молчат. Или говорят, давайте вернем, позовем Москву, как есть группа такая. Ну, хорошо, Москва придет, а что дальше? А что дальше? Вы уже видели, Москва была максимально широко. Тут ситуация на самом деле, ну, с другой стороны, ситуация сейчас, возможно, наихудшая за всю историю современной Армении, кроме первых лет вот этих независимости, когда блокада была еще. Ну, возможно, если документы подпишутся, будет лучше. Ну, мой совет, я понимаю, все это, ну, как идеальная была бы ситуация, да, подписание договоров, ну, и решение вопроса по границе с Азербайджаном, с Турцией, и как бы это ни было неприятно, открытие этих границ, и постепенное восстановление. При споре, при споре вокруг демаркации, которая сейчас происходит, подписание какого-либо договора вряд ли состоится. Ну, мы уже год обсуждаем этот процесс, какие-то вроде бы движения идут, и что-то идет, возможно, что-то то же самое внешнее воздействие Алиева заставит подписать. Может быть, нет, но без этого, получается, нельзя, тем более, если Армения теряет сейчас. А сейчас, на самом деле, обе стороны, как мне кажется, что Россия, что Армения провоцирует другую сторону на первые шаги по разрыву отношений. Чтобы не представить ситуацию там для своего народа, для мира, как оппонент противник виновен. Но, рано или поздно, все равно этот процесс произойдет, и тогда, да, Армении все равно потребуется. Невозможно быть завязанным только на Грузии и на Иране, причем с риском, что в Иране что-то случится, когда Еталапа будет меняться естественным путем. А Грузия в любой момент может еще раз под давлением Москвы быть закрыта. Получается, единственное окно в мир, вот эта попытка пробить блокаду на турецкой границе, как бы, еще раз говорю, с точки зрения истории это не было негативно. Есть география. Был бы порт в Черном море, вообще разговоров бы не было. Да, да, где бы так. Андрей, вот еще интересное такое заявление появилось, да, в Армении пытаются расшифровать. Вот последнее заявление ОДКБ. Читаю. Зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит двусторонне регулируемая государственная граница между Арменией и ее соседями. Вот расшифруйте вы тоже, да? Ну, это было заявление советских властей России, такой же прекрасный. Границы Советского Союза там или России не заканчиваются нигде или где хотим, где и граничим. То есть, этим заявлением ОДКБ признает последнюю оккупацию азербайджанских войск? Это заявление обозначает просто максимально наглядно, кого и как хотим. Или похоже на угрозу, кстати. Еще раз, вот переделывайте советские анекдоты, кого хотим, того и будем защищать тогда, когда мы захотим. Я не помню там, чтобы в уставных документах были какие-то там насчет признания двустороннего границы демаркации сказаны слова. Ну, окей, предположим. Но тогда на самом деле понятно, что... Ну, это был единственный ответ, который все-таки Армения вымучила. И можно показать и народу, опять же, и миру, соответственно. И получается, что действительно, а турецко-армянская граница, а я не знаю на самом деле, формально там советско-турецкая была согласована или советско-иранская, но сейчас страна-то другая, они тоже могут выставить вопросы, а мы не признаем. А поскольку демаркации практически нет, а демаркации не было, с Грузией только Армения прикрыла. Но Грузия это единственная страна, с которой на самом деле военных проблем, надеюсь, не будет. По факту получается, что вот эта вот гарантия, как сказать, в кавычках, вот эта бумага, что с ней делать? На самом деле здесь ситуация веселее, потому что ВДКБ не только Армения состоит. И это, скажем, таджикско-афганская граница. Но талибы просто не признают обязательств и решений предыдущих правительств. И получается, она тоже под вопросом формально, с этой точки зрения, будут защищать или нет. Или страны внутри Центральной Азии, у них очень много несогласованных участков демаркированных. Ну, то есть, получается, еще раз, это максимально цинично, так сказать, можно сказать, кого мы захотим и когда. Кому поможем, если сможем. Еще стоит добавить. Член ВДКБ, Беларусь. Мы готовимся к войне. Я говорю это честно. Это говорит Лукашенко. Сегодня он сказал такое. Ну, Мальбрук в поход собрался. Лукашенко готовится уже много лет. Тут смысл в том, что когда от Лукашенко требуют каких-то реальных действий, которые ему не хочется совершать, а он отвечает очень громкими словами, и на какое-то время от него, ну, грубо говоря, требуют золота, он звенит кошельком, как боприча на середине. Ну, а не стоит обращать внимание на это, просто Лукашенко потребовал, по каким-то причинам собственным Лукашенко нужно было солидаризоваться с Кремлем и продемонстрировать, что он союзник. Счет за эти действия, конечно, будет приставлен в свой срок в Москву и потребует оплаты за это. Но какие-либо действительно существенные действия, Лукашенко крайне сомнительно, что будет предъявлять и делать. Андрей, и последнее. Скажите, что происходит вокруг теракта, вернее, трагедии Крокус-Сити-Холл? Меня интересует политический аспект, скажу прямо. Ну, трагедия, трагедия, безусловная трагедия, несколько негодяев, как видно по видео, мягко говоря, не очень хорошо подготовленных и экипированных негодяев, террористов. Да, смогли пройти, смогли сделать свое черное дело, я без шуток говорю, и смогли после этого уйти. А теперь в России, да, позиция России, в России все ищут след, украинские, про то, что мы воевали с исламским государством и несколько раз его побеждали, забыли, и про то, что ячейки вскрывали, и нет уже никого. Все ищут украинский след. А то, что еще недобитые ячейки могут быть в России и могут реализовываться, и боевики террористы уже признали, говорят о том, что это они сделали. Ну, у нас, поскольку начальство хочет видеть другое, у нас ищут другое. С вашей точки зрения, в контексте Закавказья, конечно, должно интересовать будущее этого комплекса, принадлежащего, так скажем, представителям противника. Ну, возможно, придется за что-то заплатить, потому что очень много вопросов. Очень много вопросов, и когда я смотрел и видел пожар, уже неожиданно разгоревшийся, я уже сразу написал, что, к сожалению, скорее всего, жертв будет больше от дыма, чем от пули. И мы это уже видели, когда горели другие торговые центры. И почему огромный центр так быстро горит? Вот сейчас уважаемые люди одни идут к другим уважаемым людям и договариваются с ними, условно говоря. Если договорятся, то, скажем, малой кровью решат все это. Если не договорятся, то тогда... Ну, мне почему-то кажется, что уважаемые люди всегда договорятся друг с другом, особенно, когда они очень уважаемые. А то, что у нас каждый год и каждый раз я заканчиваю мысль. И у вас, я, кстати, думаю, тоже, на самом деле, разговоры о пожарной сигнализации, о материалах, о пожарных выходах поднимаются и потом затухают, а потом снова это с пугающей периодичностью происходит. Ну, так там же неуважаемые люди, там обычные люди страдают. К сожалению, это наше вечное, постсоветское. Продолжение следует...